У 40-й Гомельской средней школы до нового научного года готовые процентов на 99, 1% на разные дробные работы, на штат завершения доброупорядкования территории. У самой школы отчувается пах свежей фарбы, а у классов все готово до приема в учню. Причем наставники поспели не только створить те шкутки здоровья, але и оформить у столицы цепешего версия школьные дожки. Плюс подрактовали для першоклассников специальные подарунки. У День ведов усе першоклассники отрамают подарунок от президента краины «Беларусь наша родима». По словах наставников, 95% учнів перших классов уже ведают сенитры, а тому смогут прочитать книгу самостойно, коли не усе, то хотя б частково. До речи, в этом году у 40-й Гомельской школе першоклассников будет маль удвоя больше, чем летать. И справа не только у приобщения демографичной ситуации. Каб деці приходили минавито у гэтую школу, наставники провели активную рекламную кампанию. Причим прийдуть в учні узначно обновленную школу. На подрактовку данного чайного года сродку затратили, а маль утроя больше, чем летость. Нечим допомогли батьки, частку заробили на платных послугах. А кроме того, большість работы виконали уласными силами. Школу радости создать не очень легко, но когда её создаёшь своими руками, то это действительно получается школа радости. Приятно, когда в микрорайоне жители идут мимо школы и говорят о том, что школа имеет своё лицо. И радостно, что вот такой образ мы создаём собственными руками. Згодно с информацией об основе управления дукацией, селита на подрактовку установ Галины до нового научального года накеровали больше 100 млрд рублёв. 44 за яких спонсорские сродки. Звоникам того, что подрактовкой на Гомичине займаются кожный год, то у первоважной большинстве школ спотребився только косметичный ремонт. У Вугли практически все запланованные работы виконали у термин. Выключение склали некольких установ, які потерпели, увы, не кусты хии, але и тут ремонт уже наближается до завершения. Было раскрыто больше 600 квадратных метров кровли, где были выбиты окна. Сегодня заканчивается проведение этих всех ремонтных работ. Это в самом Добруши, в Житковичском районе, Хильческая школа, где более 300 квадратных метров раскрытия кровли. Сегодня ведется работа по исправлению этой ситуации. То есть стихия затрагивает и в том числе учреждения образования.